Доброе утро, дорогие любимые! Желаю вам отличного дня и обязательно воплотите в жизнь тот рецепт, который сегодня мы с вами приготовим. Это будет пирог из лаваша. Для начала я смешаю горчицу, примерно полторы чайных ложки, с майонезом. Майонез я предпочитаю, ну вы знаете, торговой марки МЖК, Провансаль, потому что он приготовлен из сырья российского производителя. Хозяйки на заметку. Для того, чтобы сделать блюдо еще вкуснее, я использую Провансаль от МЖК. Свежий майонез местного производства, только из натуральных ингредиентов и всегда радует качеством. Производится по традиционной гостовской рецептуре, которой уже более 40 лет. Провансаль от МЖК. Свежесть, натуральность, качество. И майонеза, примерно 2 столовых ложки. Перемешиваем. И этим соусом начинаем смазывать лаваш. Важно хорошенечко промазать лаваш, оставить так на некоторое время, лаваш пропитается и станет более эластичным. Теперь нам остается нарезать ингредиенты. Это у меня самые обыкновенные сосиски. Чем мельче, тем лучше, потому что лаваш нам потом заворачивать в рулет. Дальше сыр на мелкой терке, натираем твердый сыр. Помидор, куда же без него. Его мы также нарезаем мелким кубиком. Ну и что мы делаем дальше? Все компоненты, которые мы с вами порубили, нарезали, сейчас равномерно распределяем по лавашу. При этом не стоит забывать, что лаваш нам необходимо будет еще завернуть в трубочку, поэтому не стремитесь заполнить все пустоты в лаваше. После того, как распределили ингредиенты, не забываем о зелени. По-моему, красиво. Можно так, мне кажется, оставлять, просто подходить и кушать. Но вот эту тарелку я специально не стал мыть, потому что еще не все. Мы сейчас приготовим соус, которым будем заливать пирог. Я взял соевый соус, взял сметану. Сюда же я разбиваю два куриных яйца. Все это хорошенечко вымешиваю. Так, ну и теперь самое интересное. Начинаем заворачивать лаваш. Я буду заворачивать его вдоль. Надеюсь, что он уже хорошенечко размяк и стал более эластичным, потому что если эту процедуру не совершить должным образом, то он просто-напросто будет у нас разваливаться. И теперь лаваш в емкость для выпекания. Я возьму вот такую глубокую, его змейкой уложу и просто вылью сюда соус, который мы с вами приготовили. При температуре 200 градусов отправляем примерно на 20 минут. Ну что, 20 минут позади. Пирог из лаваша, ну, практически готов. Я считаю, что останется нам только выяснить это, попробовав. И вы попробуйте приготовить данный рецепт. Правдин приготовил? Приятно подкрепиться.